Главное, чтобы здесь была динамика. Интересно. Даблпони играет в обороне. Анонима и Спортс в атаке. Подожди, стоп. Это же выбор... Анонима. А, анонима все-таки? Да. А, тогда окей. Они начинают за атакующую сторону и довольно быстро уже двигаются в сторону базы А. Флешка Смок. Хаешка. Вехали. Там можно выйти дальше Майнё. Все чекает. Там на вусте пытается убить его один из опорников. Пока безуспешно. Это был НБК. Но бомба довольно быстро поставлена. Снекса, правда, НБК уже не отпускает с этого плента. 5 на 4. И есть ли у нас кто-то в спине? Пока непонятно. Хае. Классная от Лаки подмыня. Минус он. 5 на 3 уже ситуация. Килларки и Инноцент уже без последнего остались. Бадди, правда, упал при этом. А что с камерой? Можно? Дайте нам, пожалуйста, замес, потому что мы можем, конечно, на карту смотреть. Там все понятно. Выбивание от команды Даблпони. Успешная на точку А. Сейчас была оформлена бомба. Раздефьюжена будет, потому что времени должно хватить. Здесь в команде защиты все четко, спокойно. 1-0 для пони. То есть, когда я сказал, что карта пройдет без комментариев, она также должна была пройти без обсервера, да, получается? Кстати, что интересно, у Даблпони было три набора гранат. И ни одних диффузов не было в этом раунде. Что интересно, что примечательно. И в конечном итоге это могло сыграть злую шутку с Даблпони. Однако они все равно раунд выиграли. После того, как анонимы установили бомбу, сейчас они покупают. Мы видим на руках Галил. Два Галила, АК-47, МАК-10. Ну и Снекс будет играть с Деглом. Дали ему какой-то там дроп, судя по всему. У всех есть пять... Это, кстати, важный момент. Пять тяжелых бронежилетов здесь в руках у польского коллектива. Но ИКИ уже открывается на медиафро, поджимается на рампе. И так пытается собрать здесь информацию на раннем тайминге. ИКИ выигрывает перестрелку у НБК. Это было слишком легко для КИА. И это численное преимущество для Анонима. Сохранить бы его Бадди. Летит через флешки, пытается играть на размен. Там еще одна флеша какая-то, видимо, была. Слепой Бадди, но главное, что не погиб в этой ситуации. Два игрока сейчас у защиты у себя на респауне. Джока, Бадди. Они, наверное, будут угадывать. Да, ставили одного лишь Афро на точке А. А на Б будет скопление. И туда, возможно, и выход. Да, там какие-то активности. На центре снова более поздняя позиция занимается КИА. Выход на буст. А кто у нас за буст отвечает у команды защиты? Это будет Джоко. Включите Джоко. Да, Джоко. Да, выход. Молотов по себе. Отличная позиция, чтобы не пропустить. Но нет, все-таки успевает. ИКИЛАР вместе с ними. Только сейчас встречается Бадди на этой рампе. Кстати, что интересно. Ты обратил внимание, что трое было на Б только что? Да. Анонимы заходили через мид. И у них это получилось. Они дали энтри. И потом через хелпу заходили на Б. Да. И даблпони стакнулись под Б втроем. И эти трое игроков сделали только один минус. 1,8 на даблпони. 1,9 на анонимы спортс. Такие коэффициенты от наших друзей париматч. Также напоминаю вам, что баннер находится под стримом. И в случае первого депозита вы получите 100% бонус. Играли эти команды, напомним вам, на открытой и закрытой квалификации к этому чемпионату. И было и Вертига. Ты комментил или я комментил? Не помнишь? Я смотрел точно Вертига. Какой-то из. Просто, по-моему, даже я смотрел и комментировал их. И вот последняя Вертига у них закончилась 16-14 в пользу команды Анонима. Они же и пикнули сейчас эту карту. Но два раза подряд еще команды играли у нас в Нюк второй картой. И сейчас будет другая история, потому что у нас появляется Инферно. А Нюк оставили на третью. Тут, конечно, вопрос, доживем ли мы до этой третьей карты. Хотя, вспоминая предыдущий матч, то... Ну, Анонима все-таки сильнее выглядели вообще. Посмотрим, как здесь. Флешка неплохая. Мини. Забрали только что киллары на сент играет против агрессоров. Это все происходило у нас на рампе. И после данного экшена вряд ли Анонима куда-то пойдут. Минута еще до конца раунда. НБК успел перетянуться под Б. Ну, а выход-то у нас будет на Джоко. Джоко, который подозревает о чем-то. Будет, наверное, выходить дальше кармана. И его замечают, на самом деле, игроки. Это был Снекс. Ну, здесь, конечно, сложно обороняться. Хелпа там на перетяжке. Бадди уже будет ближе к тиммейту. А Джоко решил не уходить отсюда. Кстати, это может сработать против Инносента. Нет. Не попал по голове сейчас игрок защиты. Бадди. Пока что имеет небольшой просвет. Пытается действовать на пикселе. Джоко находит Снекса. Неплохо. Но у Бадди сложно здесь, на самом деле, выйти будет с этой передряги. Его не отпускает Килар. НБК пропускает одного противника. Дальше второго пытается убить, но Килар не преклонен. Через стенку залетает уже минус три в этом раунде. Джоко не смог выйти в спину. Но о нем опасался. Инносент знал, что там будет вот именно таким ключом бить по позициям игрок защиты. Поэтому отыграл максимально сейвого. Выходит вперед анонимно. В этой встрече сейчас экономически нас ждет Дабл Пони. 2600 на руках у Афро. Это штатный снайпер команды Пони. Будет ли у него АВП? Какой там получается лос-бонус будет? 1900, да? 2400. Или 2400, да? Значит... Ну там пятера будет, но без армора придется действовать. Да. У нас часто берут именно так снайперы себе данный девайс. Могут выйти на ранний ранбуст под Б. Или наоборот. На точке А тоже поработать на рампе. Там у нас, кстати, о рампе! Минья выйдет сейчас, наверное, в спину всем. Интересно, как смотрится сетап этот симпатичный. Ну, поинтереснее, чем в прошлой катке у нас. У VIJ был тоже похожий сетап, который там совсем не сработал. А тут совсем другая история. Афра забирает одному. Там еще коллаж был на руках. Ой-ой-ой! Вместе с ним минус Innocent. Минья пытается выйти через карман. У него это не получается. Пока что они с Нексом остались закрыты здесь по сути. Проблемы. Так, дальше пошел все-таки Джоко. НБК также падает. Уже ситуация 2 в 2. Как же так? Разбазарили численное преимущество здесь французы. Душит дальше Снекс. Пески. Он знает, что там был оппонент. Понимал это. Решил сыграть активно. И в конечном итоге оказался прав. И тут же еще и ставят хэдшот по лаке. Вот этот чел. Это Джоко. Который лежит внизу там. Это Джоко. Который в итоге полез. Я так понимаю, хотел себе забрать. Он коллаж. Он вроде как даже дотянулся до него. Но открылся сильно против МАК-10. Ну, наверное, он не понимал, что оба противника находятся в кармане. Если были бы такие знания, то вряд ли бы он так открылся. Потому что, ну, все, если взять этого раунда. 4 в 2. Сыграть вместе. Во-первых, не дать противнику уйти обратно на рампу. Во-вторых, твои тиммейты тоже подсобят, если что. Там какие-то проблемы появятся. Ну, ладно. У нас следующий раунд. Это снова быстрый выход на рампу. Уже от команды анонима мы видим, что Килар готов отправляться вперед. Он в обойме. Он будет иметь перестрелку с Джоко. Ранее упомянутым фигурантом дело о слитой рампе. Но Джоко подгорает. Об этом знает уже Килар, потому что все слышно. Еще 3 тиммейта за спиной. Ну, а с другой стороны защита также подкреплена Афро и Бадди, который закрылся на цементе. Играет он с Фамосом. Флешки там летят, конечно, от анонима, но никто под них не играет. Ну, видимо, это для Снакса была дорожка протоптана, чтобы он как-то смог выйти и с авиком там раскрутиться. Но пока они спешат. У нас Джоко одного оставили возле рампы. Флешка полетела. Он пытается реализовать позицию, но дальше не идет, потому что понимает, что, скорее всего, есть все-таки авик. Он опасается его. Тройка от игроков защиты пока все еще ждет выхода. Снекс натопал. Джоко снова. Выход на Килара. Афро справляется с меня. Джоко. Ну, как же сыграть Килару на самом деле? Лучше оставить его. Ну, сыграть уже от агрессии противника. Он опасался еще. Флешки, видимо, своей отворачивался, так понимаю. И Джоко его поймал на этом. Но вот если Джоко еще убьют, то Бадди там не читается на кармане. Да. Бадди не читается, кстати. Это может быть удивлением. Нет. Бадди таки справляется с НСН, но тот его в свою очередь контролировал. НБК делает минус по Снексу. Кей отвечает. Кей 1-2. Фейкует 10 секунд до конца. Активность от НБК. Кей успевает поставить бомбу. Здесь лаги. Боялся, что это спина. Да. Слишком долго не было, ну, не было понимания информации по последнему игроку. Ну, в целом, довольно неплохая попытка от Анонима. Ну, как же скучно смотрится вот этот экшен, знаешь, вот этот вот в рукаве. Просто стояние. Стрейф вперед, стрейф назад. Отошел, опять постоял 5 секунд, опять вперед, назад. Такое. Те тоже стоят на рампе, знаешь. То есть ты вроде как бы должен озвучить действия команды, да? А они ничего не происходят, они ничего не делают. Они просто стоят. Угу. Это, конечно, немножко прискорбно. Так, у нас фулл закуп все-таки есть у команды Анонима. Хотя могли быть проблемы с деньгами. Очень активно здесь французы занимают рампу. И Джока отлетает от Киев. И это энтрифраг для польского коллектива. Опасно играл Бадди. Там еще странно, как его не поймали Афро. Савика на кармане. Ловит Кей, который был не готов к такой позиции снайпера. Да и Афро не готов отходить. Он будет до конца воевать. Уже против нее откидывается смок игроками атаки. И под него стяжка, наверное, идет на Инноцента, который все время находился под Б. И у нас чуть ли не первый выход на эту позицию будет от команды Анонима. Именно на девайсах. Ой, зафейрил смоком Лаки там полетел вниз кому-то на голову. Да. Сейчас рандомному прохожему упадет на голову. Ай-яй-яй, Лаки, анлаки. Флешка какая отрывается. В итоге игрок там киллар его не отпускает никуда уже. Но как-то Копорник у нас отдается. НБК нужно работать за себя и за Лаки. Мынье включается против Бадди. НБК даблкил. 2 на 2. Афро уже успел перетянуться с АВП. Бомба устанавливается на дефолте. С другой стороны Амик тоже. Есть! Афро сжигает Инноцента, но тот успевает убрать НБК с пути. Дуэль снайперов получается. Афро против Снекса. Оп. Афро пытается что-то для себя по углу здесь поднять. Неплохо играет дальше. Дула своего. Меняет девайс. Как же круто двигается на самом деле. Но Снекс пытался выйти, но получил хэдшот с Калаша. Афро круто отыграл. Как батя здесь. Как будто это не он играл, у нас выигрывал мажор. Слушай, Снекс... Ты знаешь, в клатче переиграть Снекса это тоже не так-то и просто. Это очень цепкий такой игрок. И тут конечно Афро молодец. 3-3. 3-3 закуп у нас будет как у одной, так и у другой команды. Опять же анонимно благодаря установленным бомбам в этих раундах, которые они проигрывают, они могут себе позволить фулл закуп. Угу. И это хорошая экономическая составляющая, конечно же. Так, у нас МАК десятки. Там 2К47. Очень много гранат. Очень активный выход через рукав. Молотов под себя. Ки-и-и! Просто на ноге влетает на базу А. Здесь Афро. В упоре. Было бы неплохо какие-то флешки накинуть и зайти вместе побыстрее с плитом. Но нет, здесь дают по тормозам анонимно и, наверное, это все-таки правильно. Хотя, вот на этой карте как… Ой! Да, неприятный хэш. Как говорилось вот ранее по аналогии с Newcom. Вот получив энтри за атаку, например, ну ты не так много преимущества имеешь. Все равно вот эти узкие проходы, узкие пространства, они позволяют как бы одному игроку закрыть по сути там полноценный проход. Вот он не отпускает эту рампу сейчас анонимно. Вот они уже там имели поражение. Знали, как может играть Афро. Он это показал в прошлом раунде, но все-таки не отказывается. Снова выход под два смока. Мы видим, что эта точка пока отдается командой защиты. Но видно, что даблбони хотели уже такие, думают, ну, вряд ли будет еще один поход на точку А. Но они же должны как-то на центре тоже показаться. В итоге Килар падает от Кея в этом смоке. Афро прошивает мынье. Кей там уже на очереди установки этой бомбы. Молли, конечно, тушится. Но все еще остаются шансы у команды анонимно. Все нормально. Более-менее. Ну, три в четыре. Можно выигрывать. Афро, правда, с авиком тоже опасен. Чекает возможную позицию на песках. Бомба поставлена. Тут как бы этого Кея не отпустить с дефолта. На самом деле об этом пытался позаботиться Бадди. Но нет! Не уходит Кей. И уже Инноцент и Снекс. Очень опытные ребята. Но уже одного Зубра потеряли. И второго добивает Афро прицельным выстрелом на рампу Инноцент. Падает. И это раунды команды Дабл Пони. И уже мы с тобой можем, наверное, сравнивать эти два Вертига. Потому что у нас нет под Б напряжение сейчас для защиты. Не, ну подожди. Было же. Просто прошлый раунд там не плач был. Когда ходят игроки атаки на А, то вообще обычно мы привыкли к тому, чтобы у нас в предыдущем Вертига был кто-то на Б и всегда тоже направлял. Но параллельно происходит экшен. Да. Если А, то это А вот все пять. Да. По карте можно сказать, что, наверное, это один из вариантов атаки в принципе на этой арене. Именно просто играть вот тупо идти два под один плент и три под другой плент. И потом, где получится распикать и сделать какие-то минуса, стягиваться просто и устанавливать бомбу. Ну, по ходу, это, знаешь, это звучит как план и, возможно, даже рецепт в определенных ситуациях. Да, план Капкан. Но Снэкс пока как опытнейший боец, который выступал на высшем уровне. Не помогает, опять же, его клач против Афро. Тут был важен именно с точки зрения экономики. Потеряно многое для команды анонимов. В центре пытаются они действовать дальше. Но это легчайший минус от НБК. И Бадди уже, наверное, не получится пройти так легко, потому что угол слишком хорош, чтобы тут и не спуститься на самом деле. И не то, чтобы даже убить, как-то сыграть на бомбу. Хотя Килара пропустили на Сити. Окей, не смог пройти. Там Снэкс, видимо, кого-то в спине забрал. Ну, дальше не поработали у нас. Опять же, тут Афро, Бадди. Ну, смогли стабилизироваться даблпони. Это, в первую очередь, для них большая победа на пике своих противников. В защите именно по-доброму образом отыграть. И вот они коэффициент у нашего партнера Паримач. 2.1 на Анонимо и Спортс. Не забывайте также о том, что под нашей трансляцией имеется баннер, перейдя по которому вы получаете 100% бонус на первый депозит Паримач. Девятый раунд, смотрим. Афро. Дефолтный смог на рампу. Там будут активности уже дальше от товарища Бадди под флешку. Ну, его позиция такова, что ему надо под свой же респаун прочекать быстрый выход на карман, а там уже нарисуется Джока, если что. А тут Джока видимо не ожидал кей, который прошел через смог на самом деле. Джока уже не первый раз вот так вот погибает. Да, это большая проблема то, что даже не было возможности его разменять. Джока погибает, но обычно там еще Афро можно встретить. Да, вот он за плентом пока что находится. Там готовится еще раз скидка на карман. Полетел уже смог Молотов. Афро сообщает своей команде, что в принципе после граната он никого не слышал. Так что возможно еще стоит на Б кому-то остаться. А там Лаки поджимает уже рампу. Так что может тут еще будет интересная встреча с Инносентом. Но тот уже перетянулся под лифтовую шахту. И именно его позиция говорит о том, что никто уже не будет идти на Б. То есть это снова выход на точку А. Такая тусовка на рампе это называется. Да, по каждому сожалению так. Так вот у нас прошлая вертига была как-то шире с точки зрения тактики. Да. Сейчас вот прицепились к этому А и будем вот ходить. Ну дабл пони получают больше гранат, чем обычно. Молик заставляет Ави двигаться. Бадди. Неплохой справа против второго правда не заходят. Но 4 в 3. Бомба будет поставлена. И что там по Афро? Не смог он так и выбраться на этот буст. Видишь, в случае с поляками это работает. Они стоят, тусуются, потом делают раскидку и заходят на А. Нет, понятно, что у нас... Ой. Я думал вылетит у нас Инно Сэн там. Быстро перекрылись с ним. Килаки идет на сейв. Так вот, по поводу ДБ там постоянно есть Инно Сэн где-то рядом. Ну там с центра смотрят возможный поджим от оппонента. Так что может быть стоит все-таки искать Инно Сэн на какой-то размен там, сыграть в защите. Потому что не хватает у нас активности того же Афро, который сидит по сути на одной точке уже несколько раундов. В данном случае это А, выход на рампу. Ждем от него больших включений, потому что анонимы слишком просто проходят сюда. Мне кажется, что поляки будут лучше играть в защите. То есть я как-то пытаюсь визуализировать тот Вертига, который я смотрел раньше. Да, по ощущениям именно так. Там поляки что-то там попадались в атаке, а потом в защите просто не дали выйти ни разу на А нормально. Потому что играли вполне агрессивно и тому, как подобает команде, которая выбирает свои карты Вертига. Так, у нас экономический, да, будет у даблпони или нет? Два АВП? А, там денег достаточно, не обратите внимание. Да, и вот мы ждем АВП на АБ от Лаки. Ну, поджим какой-то против Инно Сэнто. Ранний буст. Ран буст, вернее. Так там под Б вообще нет никаких проблем, ты понимаешь? Да, но нужно найти фраг. Просто чтобы быть в преимуществе уже перед замесом, который происходит у нас в конце раунда на А. Вот я к тому веду, что где-то выиграть какую-то территорию. Так получается, что у нас, да, четыре игрока под А тусуются, на Б одного Инно Сэнто оставляет, потом он начинает где-то в середине раунда перетягиваться под шифтом себе обратно под рампу А и все выходят уже, все. Ну да, пока схема атаки именно такая у команды Анонимы. Ну это работает, Саш, ну смотри, счет 5-4 вполне себе хороший, комфортный. Все-таки здесь, мне кажется, не будет такого, как было в предыдущем матче, что атака будет сильно душить, а диффенс будет много ошибаться. Здесь все-таки по ощущениям история будет другая. Лаки с АВП под базой Б. Опять же, традиционно много гранат в начале раунда. Какие-то молики хаешки, смоки. Нашили туда, нашили сюда. Первый контакт. Вот он такой. Вот он такой, Джоко. Главное, что не погиб. Спасибо, что действительно не пошел дальше. Спасибо, что живой, да? Да и понимает, что нужно подсадить тиммейта. И, кстати, эту подсадку у нас не так часто использовали игроки защиты. И нацелена она как раз на тот самый карман, который пока атака не спешит занимать. Поджигается только песок. Медленно, но уверенно занимается рампа игроками анонима. Ну и Инноцен, который смотрел точку Б, тоже готов перетягиваться ближе. Или все-таки у них будет кол поинтереснее. Кстати, заставляет Молик спуститься Джоко и Бадди. Об этом знают анонимно, потому что они тут же были рядом. Вот Килара запустили уже, например. Будет раскидка там за фейлилис. А, нет, флешка. Флешка такая себе на самом деле, потому что она бьется один раз так точно. И с маком закрывается рампа сейчас у Даблпони, и они готовы. Но где бомба? Да, здесь бомба, здесь. Да. Да. 30 секунд до конца. Три пода у Даблпони. Один мид присматривает, один присматривает базу Б. Ну и ждем финального захода все-таки на Аплент. Тут уже точно это будет база А, по-другому никак. 15, 14 секунд до конца. Очень сильно поляки просели в таймере. В упоре падает вся оборона базы А команды Даблпони. Тут Афра наваливает. Неплохо совпадает. Два минуса. 3 в 3 у нас ситуация. Кей отстреливает Лаки. Афра на бусте. Афра делает еще один фраг. Неплохо работает этот парень. Это уже квадрокилл от Айс! Это Айс от Афра! И вот так вот, вроде... Опять же, да? Ты хочешь описать раунд, и ты не можешь описать по-другому, просто как стояние на рампе всю дорогу. Окей, но вы дали два минуса поляки. И вроде заходят, и вроде все хорошо, но вот здесь вот один человек просто ультанул. Красота. Афра, конечно, так поработал по всем позициям. Тут, конечно, жесточайшее уничтожение команды Анонима на этом ретейке. Да, можно говорить, знаете, ребята, очень долго о том, что последний оставшийся игрок защиты, вернее, атаки, мог жить, дать уже Афра пройти до этой бомбы и после дефуза уже, например, попытаться убить его. Это было бы правильно, на самом деле. Но как же красиво сыграл снайпер. Вот везде по информации, по размену сыграл. Всех открытых он подловил, на самом деле, ни одного там промаха особо он не допустил в своем розыгрыше. Ну вот последний игрок команды атаки – это на самом деле провал, как бы там ни было. Афра – красавчик, но, по сути, этот раунд мог заканчиваться не так однозначно для него, потому что бомба стояла, террорист сыграл не на нее. 11-й раунд, смотрим. Летит Авик обратно Афра, давал он дроп кому-то из своих тиммейтов. Все-таки находится в стрессе команда дабл пони с точки зрения экономики. Ну а их тиммейты постоянно ставят бомбу. В принципе, это огромный плюс. И сейчас они готовы снова с калашами действовать под точкой А. Да, ничего не меняется. Тот же Innocent, да, у нас на люркере. Вот он под базой Б, здесь все чекает. Уже должны были какой-то вывод сделать пони, я не знаю. Хотя, какой ты вывод тут сделаешь? Ну, ломаю тебя под А. Сложно. Афра здесь на острие атаки, можно так сказать. Ну, в смысле, он будет первым, кто встречает этот проход на Нима. Ну, афра в целом, да, тут много позитива вносит. Как первый в баге, так и вот эйс был. Но нет, Снэкс его уже прочитал на этом выходе. Не было поддержки. Джока только сейчас, наверное, отправится ближе к позиции, где только что умер его тиммейт. Бадди тоже отвечает за базу А. Пока никто не перетягивается. Снэкс уже с трофейным МВП снимает Бадди. И Джока остался один на пленте. И воин ли он здесь? Мы сейчас узнаем. Снэкс не спешит никуда. Да, он закрыл пока что себя за песком. Ждет Мынье и Келара, которые подходят под рампу. У Джока будет поддержка. Это Лаки, но это два МВП девятых на пленте. Не так-то, на самом деле, много шансов у них на отыгрыш этого раунда. Тут еще и Снэкс очень хитро, на самом деле, действует. Кей не даст пройти Лаки на отросток. Но там и не нужно, на самом деле. Нужно просто уже с Эмкой и Джоку здесь помогать. Флешка полетела на карман. Там под нее пикается игроком защиты. Лаки не смог справиться с Кеем. И вот так вот разваливается вся команда Дабл Пони, кроме НБК, который был на точке бей. Сейчас будет сейвить М4А4. Денег нет. Слушай, а стоило ли вообще Афро играть так активно в рукаве? Ну, далеко нет. Просто понимаешь, даже если, окей, ты убиваешь одного, то, скорее всего, там будет второй, который тебе вряд ли даст отойти. Ну, окей, там, ты можешь даже, может быть, теоретически отойти. Но вот опять же, у тебя только что был раунд, в котором ты красноречиво показал, что пока ты живешь и сохраняешь позицию, ты делаешь киллы. Да, то есть, как бы, ну, ты можешь даже сделать вывод из того, что было только что. Угу. И вот так вот, может быть, даже, ну, Каражерик. Ну, широко. Слишком широко открылся, хотя можно было просто держать угол, например, так, чтобы, если что, быстро отойти. Я понимаю, конечно, что там часто закидывается Смок, Молик, но только что этого не делали анонимно. Ну, и такое ощущение, что они знали и хотели, чтобы и так поджали, и там простейшая флешка, и все, Афро уже вне игры. И плюс, если я не ошибаюсь, Снекс не в соло пикал его. Так что, если бы даже Снекса убивали, то там бы падал Авик без дальнейшего размена. Ну, взял инициативу на себя, был наказан. Джока, неплохо. Кея отключает попадание по ноге было от Снекса. Какое приключение дальше Джока в этом раунде нам покажет? Это мы узнаем по джиму, по точку Б, флешка, и на сцене к этому готов. Все четко. Ну и дальше Бадди, наверное, не стоило агрессивничать. Но, с другой стороны, где-то тебе нужно рисковать, чтобы найти важные фраги. Особенно, если пистолеты на руках. Через мид решили сыграть здесь анонимно. Поменяли немножко вектор атаки. НБК здесь играет в упор. Нужен хороший будет размен. Размен даже не понадобится. Миньо неплохо отыгрывает. Делает аэнтри на центре карты. Ну и душно, конечно, играет анонимно. Да, это вообще. Ну, правильно делают. Они понимают, что в защите они могут свое добрать на своем пике. Афро и Джоко спускаются. Будут перетягиваться ближе к точке Б. Там у них один тиммейт все время находился. Лаки. Ну и Миньо уже раскидался на центре. Афро пытается выйти в спину. Неужели у него получится кого-то забрать здесь? Нет, Килар! Как же вовремя повернулся. И забрал одного Джоко. Хорош хэтшот. Лаки разменялся. Но дальше Килар и Снекс. Были шансы. Неплохая работа по экономике. Там, на самом деле, все могло быть очень остро. Да. Если бы Джоко, кстати, еще поработал против второго. Ну и в спину тоже неплохо. Там перспективно забегал у нас. Одна поня. Тринадцатый. Одна поня. Так как в одной команде есть мыня, а в другой поня. Поня. Мыня и поня. Два друга. 6-6 у нас. Как и Джока. Где-то грустит один Бока. Биба и Боба? Нет. Нет? Нет. Не на Джока и Бока. Это же вообще старый. Джока и Бока. Его знаменитый певец. Его племянник. Лёлик и Болик. Я понял. Лёлик и Болик. Биба и Боба. Джока и Бока. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну это карта три коридора так приедет. У нас рабочий раунд. Да. Просто на статистику имеется в виду для команды анонима. И они близки к тому, чтобы выйти наконец-то вперёд. Они заслужили. У них был долгий путь на самом деле. Потому что... Ну где-то даблпони хорошо играли в один момент за счёт Афро на точке А. Но потом все эти редуты были поломаны анонимами. Сегодня, кстати, в твиттере даблпони тоже был очень смешной клип. Они же постоянно готовятся под каждого соперника. И там анонима тоже фигурировали. Забулили их там немножко даблпони. Чё? Ну просто там они же любят такое. Они же там и когда с Астралией сыграли, там тоже выпускали у себя анонс этого матча. Ну в общем-то там СММ тоже работает. Хотя я не исключаю то, что это просто какой-то один из игроков. Там просто роффлет. Ну учитывая, что даблпони это не организация. Которая прям с зарплатами, спонсорами и всем остальным. Ну да, скорее это какой-то микс. Похоже на то. В смысле без серьёзной поддержки. По крайней мере пока. Пять эмок на руках. Нет дефьюз китов. Есть гранаты четыре смока на руках имеется у команды даблпони. Ну и анонимы здесь, конечно, чувствуют себя максимально комфортно в атаке. Всё хорошо и по деньгам, и по счёту, и по игре. В целом всё складывается очень благоприятно. Стартовые активности под рампой. Уже Кей играет в упоре. Откидывает смок. В это время параллельно у нас уже просматривается заход на базу Б. Кстати, это интересно. Вообще классное решение от анонима. Я его вообще полностью поддерживаю. Учитывая, что они так часто ходили под А. И сейчас они там оставили одного игрока. Это Кей, который только что смертью храбрых погиб. Но, а выхода у нас на одного Лаки. К которому перетягиваются тиммейты. Но уже слепой там был Лаки. НБК играет на размене против Мынье. Пока что большинство поживой силы сохраняется за командой даблпони. Афра тоже подошёл. И бомбу поставили анонимы. Есть шансы здесь отыграть. Там с авиком стоит Снэкс. Который пока пытается найти кого-то в халпе, но безуспешно. Спина тоже там может гореть. Так что он понимает, что нужно отойти. На инноцент. Врыв. Джока. Закрывает его. Килар. Пытается играть тоже вместе с тиммейтом. Снэкс. Последний. Забрал только одного Афра. Но это ретейк. Даблпони. 7-7. Да, бомба дефьюзится. Тут дефьюз китов нет у команды пони. Но, опять же, они успевают. Это 7-7 действительно. И это очень неплохой выход в конечном итоге на базу Б. Но здесь отметим все-таки, что пони отдавали эту позицию. Играли пассивно. То есть запускали своих оппонентов. И потом планировался ретейк. Но, опять же, это все смотрелось довольно опасно. Гранат на ретейке у пони вообще не было. Диффузов не было. И при определенных обстоятельствах у анонима довольно неплохие были бы шансы на то, чтобы взять этот раунд в меньшинстве. Последний раунд первой половины. Фулл бай у команды анонима и спортс. АВП на руках Снекс, а также 4К 47-ых. Есть гранаты. Ну и с другой стороны тоже экономика вполне себе приличная. Ну и традиционно активности в начале раунда на рампе под базой А. Но все вернулись к пенатам. Анонимы и спортс. Но в прошлом раунде не получилось. Сейчас постараются взять себе восьмой раунд. Последний смотрим. Баади. Какая подсадка неплохая. Там закрывает он мынье. Тот был не готов к этой перестрелке. Но дальше не отойти от Кея. Афра работает уже под свой смог. Джоко на кармане. Выживает на самом деле. Закрывается там. И не горит. Самое главное. Бомбу нужно было бы поставить команде атаки. Потому что они потратили довольно много ресурсов. Инвестировали все смоки. Кроме одного. Который сейчас у Снекса. На руках. И у нас небольшое затишье. В этом эпизоде сгорает. В итоге Джок. Запекает ОК. Пытается убрать кого-то на холпе. В итоге минус один. Лаки на размене 2 на 2. Вот это раунд. Уже поинтереснее. На самом деле разворачивается бомба. Была потеряна. Снекс с АВП. В зуме пытается найти кого-то на бусте. Замечает Афра. Там работа была под флешкой. Афра понимает, что ему нужно как-то активнее двигаться. Потому что он красный. Нельзя пропускать близко противника. И вот он Килар. Его пик. Лаки не смог пережить. Афра успел отойти за плен где-то. Нет. Килар уже дальше не отпускает оппонента. Это 8-7. Поляки забирают восьмой. Ну выглядит так, что они здесь фавориты. Пока. После первой половины. Довольно серьезно фавориты. Это довольно впереди. Скажем так. Довольно. Сильно впереди. Ну 8-7. Не знаю. В моем понимании все-таки карта вертига это карта диффенса больше ориентирована на защиту. Но вот этот матч, предыдущий матч как раз таки красноречиво говорит о том, что вообще непонятно. То есть типа тут знаешь как это. По ситуации. По ситуации может произойти так, что 11-4 выиграет одна команда и потом в другой половине будут допы. Да. Либо по ситуации так, что диффенс. Нет. Сегодня у нас день чудес. У нас сегодня все вообще возможно. Особенно вспоминая матч B&G против Спраут. Но здесь я думаю тоже ребята не отступят. Тем более это лузера. Важно показывать все. И плюс есть история уже матчей между этими командами и нереальная мысль и желание команды Double Pony отомстить за квалификации, которые постоянно получались не самыми успешными для французов. Ждем мы перехода в следующую сторону. Но опять же я помню, что анонимы хороши в защите. Там умеют они работать как раз против того, что показывали сами в атаке. То есть они знают как убивать медленную атаку на рампу А. Или даже быструю тем более. Посмотрим, что сейчас покажут анонимы. Вернее не анонимы, а пони в атаке. Это будет уже интересно. Смотрим сразу же. Обращаем внимание на наборы. Будут ли какие-то гранаты. И еще! И уже Innocent покупает смог две флешки. Какая-то новая мета я смотрю у команд вообще. Просто не покупать диффуза, но брать при этом много каких-то гранат. Будет Innocent у нас выпускающий. Выпускающий куда? Выпускающий своих тиммейтов на ретейк, судя по всему. Но Double Pony, если сейчас пойдут на А, то это будет довольно прямолинейно. Мы этого ожидаем. Но, с другой стороны, я смотрю на один смог в наличии у Aphra. И, скорее всего, это... Ну, там еще NBK не закупался, правда. Ну да, два смока от Lucky. Есть Decoi, которые, видимо, направлены на какой-то фейк. Или просто даже скрыть какие-то свои действия от ушей своих противников. Но Decoi они часто тоже покупают. Это интересно. Ну, как бы, их должны покупать, потому что у тебя есть, как бы, возможность. Но так, чтобы их покупали целенаправленно для чего-то, то это не часто происходит. Я к тому веду. Да. Хотя, ну, есть какой-то резон в этом. Вот он. Вот он выпад по две флешки. И очень неудачный выпад. Кей. Его пока здесь не чекают. Хотя, вроде, должны. Какая-то граната полетела туда. Непонятно какая. Ну, и в итоге очень легко. Французы заходят на базу А. Уже потеряли двоих, ребята, из Anonima. И этот ретейк смотрится бесперспективным. Особенно учитывая то, что нет диффузов. Да. Время сейчас явно играет на пользу команды из Франции. NBK делает минус. Кайлор отвечает. Но, опять же, как мы понимаем, ситуация 2 в 4 будет очень и очень, очень, очень тяжело. Да. Это уже подарок для команды Double Pony. У всех классные позиции. Бомба стоит на рампу. Там NBK, конечно, ну, просто на себя стягивает внимание. Пикает. Все остальные помогают. В общем-то, очень много времени тратить команда Anonima. И здесь нужно просто, наверное, уйти на сейв. Это понимает и Keylar, и Innocent. Правда, один из них не смог это сделать. Но хотя бы армор в следующий раунд Keylar перенесет. Слишком жестко проехали с Double Pony по этой рампе. Прочекали хорошо песок. Там была ключевая позиция, которая могла сыграть по спинам. Но мы часто видели, что, в принципе, атака у нас готова. То две хаешки там закидывают они, то сейчас просто чекали даже после раскидки какой-либо. Ну, и вот она статистика по опен-фрагам. Key, конечно, в отрыве у поляков. Снекс один заработал. Ну, а дальше стабильность от Double Pony. Стабильность от французов, да. Тут еще Lucky сейчас, если убьет, то вообще там красиво будет. По два от каждого, да. Красиво смотрится. И в целом... Double Pony на этой карте чувствуется комфортно. Мы видим это. И уже забирают они пистолетку в атаке, что есть важно. Ну и Force Buy у нас от команды. Анонима. Есть скаут на руках. Диглы, смоки, арморы. Единственное, что Snacks там будет, я так понимаю, копить на снайперскую винтовку в конечном итоге. Ну и пока он играет в миде. Innocent находит минус. Это где было? Я так понимаю, где-то под B. Подожди. Выход на Snacks его не прочекают здесь. Сразу же бомбы потеряны. НБК. Красный остался. Ой, как это было опасно. Два хп у Натана Шмидта. Мыньо уже под бустом. Залетает по Джоку. Лаки играет по Килару. Но Мыньо еще не отпускает. НБК остался последний. Лаки одного закрыл. Обидчик от двух своих тиммейтов. Но кей Innocent уже кей с калашом. Какой важный раунд берется командой Анонима. Насколько же жестко они отыграли. Начиная от минуса от Innocent. Потом Snacks, который поработал на центре. Внес смуту в ряды противника. И тот уже просто понимал, что или он выходит быстро на точку B. Или это провал. Это крах. Я так понимаю, Innocent минус сделал... Мне кажется, что он пикнул рампу B. Почему-то. Но... Ага. Рампу A. Похоже... Не-не-не. Сейчас. Мы показали рампу A только что. Нам подсказали, так сказать. Спасибо. Потому что Innocent у нас, в принципе, такой парень, который может ходить по всей карте. Но, видимо, была хорошая распая. Он ее использовал. Сейчас это ответ. Дабл пони. Угу. Снова они играют с пистолетами. Ну а теперь против серьезных девайсов. Там, посмотри, подарили два калаша. Кейю и Innocent. Но и на рампу A тоже не выйти. Потому что глубочайшие смоки и позиции занимают анониму. Они чувствуют, что есть у них порох на этой карте. Они могут здесь выходить. Преимущество после фрагов на центре. Киллар Ки. Джоко Афро погибает. МБК пытается аимить, но как же сложно это против Киа делать. И вот так вот с центра у нас вынуждена ретироваться команда атаки. Тут разве что на Innocent как-то они смогут выйти. Но у того будет поддержка с Накса. Тут по парам, конечно, разбились поляки. Очень круто. Ну справляется с напряжением в этом раунде. Здесь не совсем была понятная идея от пони. Раунд выглядел как тусовка. В итоге он так и закончился. Десятый забирает анонима. Это был, простите, Force by Double Pony. Сейчас дальше, очевидно, будет экономический. Потом будет фулл закуп. И уже попытка как-то вернуться в эту игру. Анонима должны забирать одиннадцатый. По фрагам пройдемся быстренько. Шесть Майнио. Семнадцать Кайлор Кей. Также семнадцать. Четырнадцать Innocent. Пятнадцать от Снекса. С другой стороны шестнадцать Афро. Одиннадцать Бадди. И остальных я не успел проговорить. Спасибо, Алексей. Да, просто держу в курсе, как бы была информация, так сказать, сверху. Мне нужно дать на сиденье просто вот сейчас это эко. Для того, чтобы он тоже воспрянул духом. Сейчас будет тусовка Double Pony. Понятно, что многого мы от них не ждем в этом моменте, потому что это дефолтные пистолеты, клоки. Без надежды даже на то, что они смогут как-то дойти до плента. Ну и тут уже чувствуют свою силу поляки. Готовы выходить на одиннадцать восемь. Но тот форс, который они взяли, это, конечно, поворотный момент, который у нас часто ломает абсолютно команду, которая, возможно, где-то не так хорошо икает карту. И для нее важно выигрывать такие раунды. Выигрывать пистолетку, что, в принципе, было неплохо в исполнении команды Double Pony. Но потом, конечно, провал. И сегодня на волне успеха товарищ K. Вот он хорошо стреляет. Видно, что чувствует себя очень уютно. И готов рвать команду Double Pony. Нет у нас снайперских финтовок в этом раунде. Хотя на Vertigo, как мы видим, команды полюбляют. Вот этот девайс Джока в начале раунда просто отрезали. О-о-о-о! Ой-ой-ой! Какая бомбардировка под B! Больно! Ну и Killar тут, конечно, играет довольно остро. Потому что там Калаши в любом случае может с одной прилететь. А поддержка должна быть. Там у нас Minya. Killar. Закрывает одного на Джока. Играет на Размене. Дальше проход через правую за холодильником. Там один противник, но Minya его читает. Это был Джоко. Афра. Трип-трип. На Размене сыграл. Снекс ждет фашки. Видимо, от тиммейта. Вот она полетела через верх. Снекс играет активно. Дальше выход на Бадди. И тот готов. Innocent за балкой как-то. Надо забрать Афра. Она тут пикает до конца. Innocent справляется. На самом деле он туда еще окей. Если что, помог бы. 2 на 2, но при этом довольно битые у нас ребята из команды Anonima. Но атака сейчас может вообще выйти на точку А. Так и получается. Бадди уже успел перетянуться. Да, Бадди здесь может занять хорошую позицию. Нет, так ему не удается. Это Кей перестреливает его. И вот так вот. Может довольно банально закончиться раунд для команды Double Pony. NBK фейкует. Ну и сейчас Anonima. Ой, там такая позиция, конечно, коварная. Да, очень коварная. За фишкой. Хороший просмотр. Хороший угол для обзора, да, скорее так. Ну там видно немного голову, но можешь сразу не среагировать. Разве что, вот если ты уже точно знаешь, то Prefire туда. Ляпа, если так получается под шифтом, то это подарок для команды Anonima. 12-8. Да, да. Неприятно. Еще и бомба была не поставлена. И сейчас у нас нет доп денег для того, чтобы нормально закупиться хотя бы с пистолетами и арморами и больше гранат взять. Это было важно на самом деле, но хорошая попытка от NBK в прошлом раунде. Снекс уже с АВП на точке А. Готов работать на месте. Под второй молотом нужно остаться дольше. Innocent помогает рядом с ним. Ну а даблпони пока отдают преимущество по позиции противнику. Но сейчас будет закидка и выход. Под хе под Innocent неплохо. Снекс работает на Сементе. Нужно выживать. Какая флешка от Kia! Класс! Но тут фаззум не залетает. Но дальше, конечно, много шансов у Kia и Снекса стабилизироваться. И у них получается. Но Лаки, конечно, вышел на B. Я думал, что там у него бомба. А нет. А это, кстати, была бы неплохая идея в целом. Взять хаешки на рампу. Вот так вот подорвали, вышли, пострелялись, что-то изменялись. А в это время у вас чили-босс выходит на B. Кстати, это не часто происходит какой-то фейк. Вообще редко. Хотя казалось бы, что можно фейковать. Вот если противники на B занимают рампу активно. Ну, допустим, играют глубоко, то можно фейковать. Чего нет? Тут понятно, если ты не можешь предполагать. Но имеется в виду, в моем понимании, например, вообще в принципе это редко происходит на эко. Да. На раундах. Ну, типа, знаешь, такой паблик-фейк такой. Типа, вы все бегите на A, а я на ковры с бомбой. Еще в чат написать Go A. Да, Go A там, типа... И в Say Team Go... Типа, я... Типа, я... Ой, хае там... Да, работа по гранатам хороша у анонимов, в том числе в начале раунда. Видно, насколько все разобрано. Все моменты они видели. Все эти варианты развития событий они посмотрели уже. И преисполнились Лаки. Находит Киллара, который постоянно играет за сигаретой этой на дефолте. В общем так, это мы готовы дабл пони. И сейчас можно брать раунд, потому что такие не может перетянуться. Хотя бы сыграть на размене не получится у поляка. Снакс вместе с ним на миде. Остальные на перетяжке с точки A. Бомба довольно рано поставлена. Слушай, ну тут очень много позитива для дабл пони. Еще и Бадди заходят на позиции Люркера под базу A. Делают минус по и на Сенту. И по-моему, поляки понимают, что надо идти на сейф. Здесь на совести Киллара многое в этом раунде, потому что он не меняется. То есть он творчества в свою защиту не добавляет. Не, ну они подошли под смок, бросили хаешки. Ну все, и как бы он ушел. Ему там уже прифайр залетел. Ну это да. Позиция у него там не меняется последние несколько раундов. Ну или так мы просто ловим его. Там понятно, что начало раунда у него совсем другое было, чем например предыдущим. Но постоянно вот у нас обсервер переключается на Киллара. А он стоит, как бы смотрит за дефолтом. И, наверное, Лаки уже об этом тоже знал. Использовал это во благо своей команды. И вот так вот дабл пони наконец-то забрали девайсный раунд на карте Vertigo. Поздравляем данную команду. Возможно, что-то и получится. Но нужно еще два раунда выигрывать, учитывая экономику Мыния и Кея. Для того, чтобы поставить команду анонима в ситуацию возможного камбэка соперника. Для того, чтобы как-то заставить их волноваться. Флешки под Б. Действует дальше Лаки. Киллар там снова может потеряться. НБК прочекает или нет его? Вот в чем вопрос. Его дергает Мыния, Киллар добивает. Как бы отойти на самом деле защите? Нет, не получается. Лаки не отпускает уже одного из опорников. И Мыния здесь, возможно, нужна будет помощь. Ну, Снакс там не перетягивается. Он пока не спешит. У него авик на миде. Так что все нормально. Видишь, решили французы опять поращупать базу B на ранних таймингах. В целом удалось навязать борьбу. В миде не испытывает проблем Снакс. Как-то для него это было супер очевидно. И легчайший минус. 4 в 3 ситуация. Здесь есть опорник. Это Мынию. Он на B пленте. Ну и также у него Снакс там играет на позиции хелпующего. А что по гранатам на ретейке? Ой. У Иносент добыт хешка. Смог. Флешка. Мынию говорит о том, что уже два здесь. Ой, Иносент. А Иносент в хорошем тайминге со спины. Тут здорово будет. Хотя Бадди готов, но слишком красный, чтобы что-либо противопоставить противнику Афро на размене. Но второго там точно уже не читали. Это уже было слишком. Не влезал там уже кейс. Никуда. А как ты второго ждешь? Да. Ты не ждешь второго там. Это чтение. Это дабл пони и это анонима на вертига, да. Но повторяется у нас история. Если честно, понятно, что были у нас другие раунды, какие-то развязки, но в целом анонима сильнее в защите. Но ты понимаешь, что анонимы в защите просто хороши и просто знают эту карту, чувствуют. Да. Уже было такое вертига, причем дважды. Но одно из них 16-14 закончилось, потому там у дабл пони было больше шансов. Но здесь так смотришь, что в этом раунде все решится на самом деле, потому что на все деньги гуляет сейчас французская пятерка. Афро СВП опасается выхода через карман. Да, но анонима я заметил, что не особо-то хотят бороться там. То есть у них в кармане сколько там человек было, они вообще не ходят туда. То есть они появляются просто на рампе, откидывают ранние гранаты и играют глубоко. Ну, типа, такое ощущение, что они просто дают спейс и возможности команде пони. Да. Типа, вот у вас есть пространство, реализовывайте его или себя, или что хотите. Да, ну а те же пони тратят довольно много гранат на тот самый карман еще в начале раунда. Да. Когда летит туда один смог минимум, а потом уже раскидка дальше через подход к рампе. Подсадили Джоком на центре. Такого мува у нас еще от команды Double Pony, сколько я помню, не было. Кей это прочитал. Что? Так он же видел, он не прочитал, он видел в миде. Он чекал же коротким стрейфом, да, вот здесь, потом ушел на хелпу и все. Я этого не заметил. Поэтому он и ждал этого. Ну, там его же делали французы подсадку, и в это время пришел... Кто это был? Кто минус сделал? А, Кей. Вот. Вот он стрейфом прочекал. Бадди. Ну, как же Снэкс, читая поджима. Как же душно, да? Бадди. Бадди такой выходит... Ребята, говорит, никого нет на точке. Ой. А там чел на конусе сидит. Ну, это то, чего не хватало Double Pony в защите, вот. Насколько... В смысле за конусом. Да. Последний остался Афро. Мы от этого парня, конечно, видели уже один эйс. Правда, это было за КТ. И там было довольно много его тиммейтов, которые тоже помогали. На себя стягивали, как минимум, внимание. И Афро играл на размене. Но сейчас придется выпутываться. Нет. Килар ставит ловушку. Сколько Pony взяли раундов? А, восемь, да, по-моему? То есть всего... Можно нам посмотреть, пожалуйста, по раундам прогрессию? Кто что, сколько? Да, спасибо большое. А, два раунда. Два получается, да. Первый. Потом отдали Force. Его тоже в середине раунда не взяли. И Force, получается, оказался у нас началом конца. Получается так. Приматч дарит 15% кэшбэка на CS GO до 23 мая. Друзья, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Традиционно напоминаю вам, что баннер находится под стримом данной трансляции. И, перейдя по нему, вы также получаете бонус на первый депозит в виде 100%. Через центр карты играют сейчас французы. Здесь Мэньо. Здесь Снэкс. Януш не мажет. Дабл два. Третьего тоже вроде как должен был забирать. Однако нет. Мэньо здесь подчищает за своим тиммейтом. Так же делается минус Кайлером. Бадди в ответ. Бадди один в три. Погибает 16-9. И в очередной раз команда анонима сообщает, ребята, Вертига не ваша. То есть уже третий подряд эту карту между этими командами выигрывает именно польская пятерка. И я думаю, что дабл пони как минимум должны задуматься об этом.